Здравствуйте! В эфире новости на своем студии Роман Выстероп и в этом выпуске вы увидите. Беспрецедентное по составу событие в Москве на ВДНХ стартовала международная выставка форума «Россия. Чем гордится страна и Ставропольский край?» Репортаж Екатерины Сегидар. Забота о детях. Какие перемены ждут юных жителей станицы Маринской? Жестокий поступок. Чем закончилась любовная история для молодой пары в селе Краснокумском? Все дороги ведут на ВДНХ. В День народного единства в Москве стартовала международная выставка форум главных достижений страны «Россия». Ранее указ об этом подписал президент Владимир Путин. Это беспрецедентное по масштабу мероприятие. Наука, промышленность, традиции и культура всей страны на одной площадке. Участие принимают все 89 регионов России. И Ставрополье не исключение. Чем уникальна выставка и почему ее должен увидеть каждый? Екатерина Сегидар привезла репортаж из столицы. Прокатиться по виртуальному велотеренкуру Кавминвод. Ощутить аромат долины Роскисловодска. Попробовать настоящей минеральной воды. И не только. Познакомиться ближе со Ставропольем. С 4 ноября можно и в Москве. Международная выставка «Россия» объединила все регионы страны. И Ставрополье не исключение. Нам есть чем гордиться. Именно поэтому организаторы нашего стенда на сравнительно небольшой территории умудрились показать все главные достижения и достопримечательности Ставрополья. Это и Кавминводы, и минеральная вода, ветроэлектростанции, комбайн, и даже слон. Причем каждый участок выставки интерактивный. Интерактивность Ставропольского стенда высоко оценил заместитель председателя правительства страны Александр Новак. Он посетил выставку в день открытия. Посидел за штурвалом комбайна и убрал в виртуальное поле пшеницы. Прекрасная выставка. Очень познавательная для тех людей, которые сюда приходят, посещают. Показывающая специфику Ставропольского края, его богатства. Интерактивных много вещей. Вот я только что на комбайне убирал пшеницу. Поэтому, мне кажется, это будут интересные дети, но и всем, кто будет посещать выставку. Открыл Ставропольскую экспозицию губернатор Владимир Владимиров. Мы край для жизни. Мы здоровье Российской Федерации. Вот оно здоровье Российской Федерации. Это реклама. Мы ветрогенерация. Ветрогенерация – это реклама. Мы гордимся своей историей. Мы казачий край. Мы край Южного Слона. Мы край достижений, которые мы представляем. Поэтому это, я не хочу сказать, пиаром, рекламой, ревом. Это то, чем любой Ставропольчанин, приедя на стол, может гордиться. И любой россиянин приедя на стол, может увидеть. Генеральная концепция нашего стенда – зарядить россиян любовью к Ставрополью. У нас комфортно жизнь, комфортно отдыхать, комфортно делать бизнес. Мы здесь демонстрируем все достижения и успехи, позитивный опыт развития. Мы транслируем любовь к родине, к отчизне. Очень большое внимание патриотической теме посвящаем. Безусловно, мы заинтересованы в инвестициях, в турпотоке. Главная цель выставки – демонстрация важнейших достижений России в различных отраслях экономики. На нашем стенде жители всей страны узнают о достижениях образования, здравоохранения на Ставрополье, экспортном потенциале региона, курортах, благоустройстве и многом другом. Мне очень нравится эта выставка, и да, я считаю, что наш Ставропольский стенд отличается, потому что это наше родное Ставрополье, наше многообразие. То есть у нас в Ставрополе проживает тоже очень много народов, при этом у нас есть такие богатства природные, которых нет других регионов. Поэтому наша выставка уникальна. Регион нам известен, очень красивый. Далеко, правда, от нас, но иногда надо туда приехать вам, посетить вас. Все очень нравится, водичка вкусная, настоящая, сувенирчики подарили. Все прекрасно, все замечательно. Мы очень довольны, спасибо большое. На открытии выставки «Россия» для гостей выступил ставропольский пианист Елисей Мысин. Несмотря на юный возраст, мальчик уже покорил своей виртуозной игрой на фортепиано сотни людей по всему миру. В октябре Елисей получил первую премию международного конкурса пианистов имени Шопена. Я очень рад, и для меня это большая честь здесь выступать. И, конечно, признавать этот чудесный рояль Николай Эргенштейн. Эта выставка очень большая. Я еще не ходил здесь, но планирую здесь немного погулять, все посмотреть. Попробовали ставропольскую минералку даже римские легионеры. Прям очень спасает. И такая зона водопоя. А вообще в таких костюмах вам жарко? Ну, у нас в Севастополе пожарче явно, как у вас в Тургополе. Нет, комфортно. А как связан Севастополь и ваш внешний вид? Севастополь, но если его история именно как Севастополь, это 240 лет, то есть истории до этого. И в первом веке, и во втором на территории Хексанеса находились римские гарнизоны. Выставка рассказывает и о тяжелых страницах истории страны. В 1970 году Донецк стал первым самым зеленым промышленным городом мира по версии ЮНЕСКО. Вследствие чего тогда руководившим городом Владимир Дегтярев принимает решение высадить миллион роз. Несмотря на каждодневные обстрелы, наши жители поддерживают именно такое число роз. Это металл вражеских снарядов, которые ежедневно падают на наши мирные города. Глядя на него, надо вспомнить о тысячах жизней, которые были прерваны сырьем именно этого цветка. Издревле адыги верили в силу природы и в то, что природа им во всем помогает. И вот эта скульптура небольшая, это символ жизни. Если встать в центр круга, то можно получить послание от гор Республики Адыгея. Сейчас посмотрим. Будьте готовы к неожиданному повороту, который изменит вашу жизнь. В принципе, эта выставка уже меняет. Ну а на соседнем стенде Калмыкии закрепим услышанное. Нужно крутить барабан молитвенный и загадывать желание. Прилетел на выставку «Россия» даже космический корабль. Пермский край тоже заглянул в будущее. Это наш робот Алеша, наша пермская разработка. Он раньше стоял у приемного губернатора. Сейчас он работает, помогает нам на выставке. Он умеет принимать, сканировать документы. Хочет Алешу с тобой поздороваться. А можно я с ним поздороваюсь? Алеша, поздоровайся, пожалуйста. Алеша, здравствуй. Поздоровайся, давай руку пожмем. А он мне ее не сломает? Нет, нет. Нет, держите, держите. Сейчас он делает. Он меня тащит за собой. Очень круто. Поиграть на необычных музыкальных инструментах в Иркутской области. Разглядеть национальные костюмы в Якутии. Пролететь над природой Ульяновской области. Уместить все в один репортаж и рассказать о каждом регионе просто невозможно. Что лишний раз доказывает, история нашей страны богатая и уникальная. А возможности безграничные. Выставка продлится до 12 апреля. Выставка «Россия» стоит того, чтобы ее увидел каждый. Ведь словно на большом воздушном шаре за короткое время можно сразу облететь всю страну. Ну а мы отправляемся в путь. Не поминайте лихом. Екатерина Сегеда, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Теперь к происшествиям. В советском округе 25-летняя девушка и ее 46-летняя мать шли по обочине дороги. Вдруг их сбила легковушка. Водитель сразу покинул место ДТП. Пострадавшие сами вызвали скорую. Полицейские нашли злоумышленницу. За рулем машины сидела 42-летняя женщина. Оказалось, у нее никогда не было прав, а автомобиль снят с учета. Составлено несколько протоколов. О других ЧП в оперативной сводке. Страшный поступок. В селе Краснокомском молодые люди поругались из-за ревности и разрыва отношений. В ходе скандала парень ударил любимую девушку ножом в спину. Пострадавшая попыталась убежать, но мучитель догнал ее и начал беспорядочно бить ножом по всему телу. Девушка скончалась на месте. Как сообщили в Краевом следкоме, в ближайшие 9 лет злоумышленник проведет в колонии строгого режима, а также выплатит родственникам жертвы миллион рублей компенсации. Подписал приговор. 35-летний мужчина получил геолокацию тайника в Волгограде, забрал оттуда обдовую партию наркотиков. Дома в Ставрополе расфасовал запрещенку на дозы для передачи курьером-закладчикам. Однако в планы вмешались полицейские. В квартире злоумышленника нашли и изъяли около 700 граммов разных видов наркотиков, а также весы и упаковку. Ставропольчанин под стражей. Расследование продолжается. Ожидания не оправдались. В Михайловске 31-летний мужчина проник в магазин и утащил оттуда металлический ящик с выручкой. Злоумышленник, видимо, надеялся разбогатеть, но внутри обнаружил всего 19 тысяч рублей. Отвечать все равно придется. Мужчину вычислили по камерам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В центре села Садового благоустроили парковую зону. Там уложили брусчатку, установили скамейки, высадили деревья и обновили территорию вокруг памятника землякам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Работы провели по губернаторской программе поддержки местных инициатив. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В Ставрополе продолжается строительство новой школы на улице Чапаева. Там завершили обустройство фундамента, сейчас возводят каркас здания, прокладывают инженерные сети и монтируют перегородки, сообщили в региональном инстрое. Образовательное учреждение примет 825 учеников, возводят школу по нацпроекту образования. В поселке Ударном отремонтировали два участка дороги на улице Северной и Центральной. На отрезках обновили покрытие проезжей части тротуаров, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки, сообщили в региональном индоре. Работы провели по краевой госпрограмме развития транспортной системы. В Станице Маринской завершается строительство детской площадки. Там уложили мягкое резиновое покрытие, установили ограждение, горку, лавочки и качели, сообщили в региональном министерстве финансов. Работы проходят по губернаторской программе поддержки местных инициатив. К этому часу у нас все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также напоминаю, телефон для ваших обращений 8 928 350 80 70. Я же с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды на своем ТВ. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды за следом. 8 ноября. Спойлер. Погода шепчет. Итак, в центральной территории края тепло, без осадков, ясное небо, ветер не более 3 метров в секунду. В Невиномыске плюс 19, в Минеральной воде плюс 18, в Изобильной плюс 17, а в Краевом центре плюс 16. Отлично намечается среда. Световой день 9 часов 53 минуты. Ковминводы аналогично хорошо. Погода как по заказу. Небо ясное, ясное и тепло. От плюс 18 в Пятигорске и до плюс 15, конечно же, в Кисловодске просто замечательно. На востоке и севере края тепло, ясно, слабый ветер и не намека на осадки. В Нефтекумске и Буряновске до плюс 19, в Упатово и Дивном до плюс 17, ветер 2-3 метра в секунду. Очень хорошо. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова